Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Vabon Games. Друзья, совсем недавно я в сообществе сделал опрос о том, какое следующее видео вы хотите видеть на канале, и какое-то колоссальное количество людей проголосовали, естественно, за молодежку. Давайте сегодня сделаем все, чтобы завтра проснуться счастливой. Как вы понимаете, это все навеяно тем, что сериал вроде как закончился. Хотя есть еще люди, которые считают, что это ход хитрый режиссеров и продюсеров, и сериал продолжится просто через некоторое время. Пишите, кстати, вы в комментариях, какого мнения вы придерживаетесь, продолжится сериал или все-таки действительно все закончено с молодежкой. Ну а я, конечно же, не мог вас не послушаться и создал эту самую молодежку в NHL19. Не сейчас я вам ее покажу, но, друзья, скажу сразу. Молодежка моя состоит из той самой молодежки, которую я лично наблюдал, а это был первый, второй и частично третий сезон. И я создал команду обычные медведи. Те самые классические с первого сезона. И, конечно же, все хоккеисты у меня тоже из первого сезона. Ну что ж, московские медведи. Общий рейтинг команды 78. Я сейчас вам покажу рейтинги всех хоккеистов, которых я создал в этой команде. И мы тоже с вами пообсуждаем. Это похожие рейтинги на реальные или все-таки я их немного завысил. Вообще снимался сериал на арене в Подольске. Я не знаю, там Витязь имеет отношение к этой арене или нет, но неважно. То есть он снимался в Подольске. И, конечно, тут арену подобрать было сложно похожую. Там все-таки у них маленькая такая аренка была. Как раз-таки подходящая для молодежной хоккейной лиги. Ну, а тут у нас таких нету. Поэтому взял то, что самое меньшее, как мне кажется, по объему и количеству зрителей, которое может вместиться. Я думаю, здесь вы сами можете все что угодно подрихтовать. Ну и теперь логотип. Важнейшая ситуация. Вот, друзья, тот самый логотип, который будет на моих медведях. И этот логотип находится вот в этом подразделе. Здесь вы можете его найти. Мишку я попытался подкрасить, чтобы он более-менее был похож. Конечно, он тут более агрессивный, типа гризли, не наш бурый обычный. Но в любом случае это медведь с клюшкой, как изображено у реальных медведей из сериала «Молодежка». Вы спросите, почему в Абонт и дальше не смотрел сериал «Молодежка» и почему ты говоришь только о первых трех сезонах? Ну, потому что, друзья, честно, я, наверное, просто чуть постарше и сериал, ну, совсем вкатился в какую-то детскую историю. Меня и так доставало первые два сезона вот эта их романтика непонятная, слишком затянутая идеология. И все вот это очень вяло-вяло как-то текло. Мне казалось, что немного затягивают сюжетом, поэтому хотелось чуть больше динамики. И, ну, в какой-то период мы просто с Катюхой перестали его смотреть. В любом случае, в любом случае, я хорошо отношусь к данному сериалу, потому что мало чего делается о хоккее. И вообще нужны и фильмы об этом спорте, и, конечно же, сериалы в том числе. Поэтому Бондарчуку и команде, которая делала этот сериал, в любом случае, большущий респект. Кстати, если кто-то не в курсе, то я вживую виделся с Макеевым. Ну, точнее, с Никифоровым, когда еще ездил на Кубок Стэнли к Александру Овечкину. И вот тогда у меня было там небольшое с ним интервью. Если что, я ссылку в описании на этот ролик оставлю. Вдруг, случайно, вы не видели его. Проблема в том, что я в этом самом интервью абсолютно забыл, что он играл Макеева, потому что давно сериал не смотрел и как-то представил его как больше актера из серии фильмов «Бой с тенью». Ну и переходим к одному из самых важных аспектов. Это командная форма. Здесь, друзья, случилась вообще история очень интересная. Вот так вот выглядит домашняя форма медведей. И, честно могу сказать, я практически не заморачивался. Это первый комплект формы. Причем, что свитер, что гамаши, они абсолютно с первого комплекта. Вот стиль свитера номер один. Он идеально подходит под тот самый свитер, что носили актеры в сериале «Молодежка». Но самое, что интересное, я, друзья, не заморачивался с цветами. Я просто изначально поставил три цвета и нажал кнопочку «Применить командные цвета». И именно вот так раскрасилась форма. В первом комплекте именно. Я охренел. До этого мне всегда приходилось что-то подстраивать, где-то изменять цвета. А здесь я нажал одну кнопку, и все идеально получилось. Вот самое, наверное, легкое создание из тех, что я до этого делал. Также, друзья, вот этот фейс очень похож на одного из главных героев этого сериала. И я уже делал опрос этот в группе ВКонтакте. Ну, там все-таки народу чуть поменьше. А давайте здесь вы напишите в комментариях, на кого больше всех похожа данная моделька. Что же касается гостевого комплекта, то здесь немножко все-таки цвета пришлось поменять. Они автоматически не выстроились, как в первом. Но вот смотрим, что тут у нас получилось. Тоже все очень-очень похоже. Те же самые первые комплекты, только меняем цвета местами. И все получается практически идеально, друзья. Мне очень-очень честно нравится самому. Причем второй комплект в сериале очень редко показывали. Мне с трудом пришлось поискать его. И спасибо парням, моим администраторам из паблика ВКонтакте. Обязательно на него подписывайтесь. Которые очень сильно мне помогали в этом. Ребята, респектуля вам. Я еще и создал талисман команды. Ну и конечно же, он тоже там редко, но в сериале появлялся. Это естественно медведь. И вот такой у нас получился талисманчик. Мне кажется, очень даже в порядке. Подходящий, красивый, только немного злой. Ну, у нас на логотипе злой медведь. Пускай и будет талисман тоже с таким не очень добрым выражением морды. У животных же морда. Но, кстати, вспомнил я один важный аспект, который я забыл сделать. Все дело в том, что в первом сезоне, когда ребята еще выступали в молодежке, они все, конечно же, играли в решетки. И я забыл этот фактор поставить каждому из хоккеистов. Поэтому вот сейчас на Антоне Антипове я покажу вам пример того, как нужно на самом деле поменять экипировку. Заходим в шлема. Если вдруг кто-то еще не знает. И выбираем тип шлема, в котором будет вот такая юниорская полностью маска. И еще один момент. Обратите внимание, у всех хоккеистов-молодежки будут клюшки Труе. Дело в том, что в начале сериала они играли все клюшками Рибок. Но потом, во-первых, Рибок закончил делать экипировку хоккейную. И, наверное, именно поэтому они перешли на другого производителя. Вот теперь именно с этими клюшками, как я понял, вся команда катается. Слушайте, ну блин, смотрите, как получилось. Я тут командные цвета сделал у игроков и у вратарей. Я так понимаю, поэтому решетка красного цвета, а не черного. Но я думаю, ничего страшного. Так, ну против кого же мы сыграем? Ну давайте они сыграют против, например, Бориса. Они же вроде как в КХЛ там вышли по окончанию всех сезонов. Или я сейчас спойлер сказал. Показываю вам всех игроков, которых я создал. Егор Щукин, 76, Александр Костров, 75, Андрей Кисляк, 73, Михаил Пономарев, 74 и Антон Антипов, 73. Друзья, не знаю, пишите в комментариях, только адекватно, пожалуйста, согласны с моими показателями для этих парней. Или нужно было им пониже сделать, а может быть, кто-то считает, что и повыше. Ведь они в сериале такие красивые голы забивали. Но я думаю, что мне кажется очень-очень похоже. Не смотрите, пожалуйста, на возраст, на вес, потому что этого я не знаю и, как говорится, менять просто не стал. Единственное, что я точно сделал, так это поставил всем номера свои настоящие. И вроде как все загибы в нужную сторону. Сейчас вы это все увидите. Я, естественно, играть ни за кого не буду. Я просто поставил все. И будем с вами наслаждаться тем, как просимулируется эта серия буллитов за парней из молодежки. И заодно проверим, насколько Бакин и компания готовы к континентальной хоккейной лиге. Так, ну что ж, первый буллитик. Давай, Семен Бакин, тащи! Ах ты! Ну, профессионалы раскатывают Семена. Капитанская повязка, конечно же, у Щукина. Мы знаем, что в первом сезоне он был капитаном, но, к сожалению, забить буллит ему не удается. Так, теперь Бойт против нашего великолепнейшего Семена. И Сема тащит, красавчик! Сразу в голове, да, батя, батя Семена, который переживал все время за него. Так, Костров и его буллит. Смотрим, сможет ли забить? Да нет, к сожалению, тоже не забивает. Следующий буллит Бориса. Тащи, Бакин! Да ладно, ну, опыт, что сказать. Так, Кисляк, ну давай, пожалуйста! Да-а-а, Кисляк забивает, красавчик! Просто умница! Блин, как же они нелепо все смотрятся с красными решетками, надо будет потом изменить. Так, Далман, на его буллитик вытащи! Хорош, Сема, есть шанс, есть шанс! Что, Пономарев, возможно, последний бросочек и гол! Что делают, что делают медведи? Просто посмотрите! Я в шоке, друзья, сам не ожидал, отвечаю. Ну, это же вообще круто! Лайки, лайки, друзья, за это, пожалуйста! Так, ну, если сейчас Борис не забивает... Ага, а он именно не забивает, то есть шанс даже выиграть в этой игре! Я вообще не представляю, насколько это было возможно с самого начала ролика. Мне казалось, что сейчас парни просто, к сожалению, проиграют, и мы все расстроены, уйдем. Но Антипов может решить исход этой встречи! Давай, пожалуйста, кулачки за тебя все держат! Аааа, к сожалению, нет! Ну, что говорить, действительно герои все полюбились, и понятно, что, вот особенно у молодежи, этот сериал вызывает много классных эмоций. Бакин! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, как же так, Семен! Прям между ног шайба кое-как медленно закатилась в ворота. Но шанс есть на аутыгрыш, но проблема в том, что создал я всего 6 хоккеистов, и последние броски будут делать уже не те самые полюбившиеся герои. Понятно, что появлялись там и новые, ребят, но для меня вот эта шестерка, это были главные герои сериала, я уже это вам рассказывал. Мы проиграли, к сожалению, с медведями, но ничего страшного, наверное, так оно и должно было быть. В любом случае, они показали себя очень достойно в этой серии буллитов, и я надеюсь, что вам это видео понравилось. Ну а если вы не хотите с медведями так быстро расставаться, то у меня для вас есть одно предложение. У меня есть второй канал, если кто-то в курсе, он будет по ссылочке в описании, где я сейчас прохожу карьеру за Павла Дацука. Но многие в комментариях, в личке, в инстаграме, где угодно мне пишут о том, что вабон, пожалуйста, сделай карьеру за вратаря. И я вам предлагаю сделать карьеру за вратаря на том самом втором канале, и вратарём этим будет Семён Бакин. Я думаю, это классная идея, и если вы её поддержите двумя тысячами лайков под этим роликом, то я прям вот как только эту цифру вижу, сразу начинаю там, на втором канале, карьеру за Бакина. Ну а вы, чтобы не опоздать и не просмотреть первые серии этой карьеры, быстренько переходите туда, подписывайтесь, а также подпишитесь на мой инстаграм, который будет в закреплённом комментарии, для того, чтобы поучаствовать в ближайшее время в розыгрыше от атрибутики Клаб, которую мы вместе с этой компанией сделаем. Ну и плюс там много эксклюзивного контента обо мне и моей спортивной жизни. Всё, друзья, на этом заканчиваем. Спасибо большое за просмотр и увидимся. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok